Производственники Муравленко научились выращивать клубнику. Теперь на территории Ямал-спеццентра настоящий цветник и ягодный сад. О необычном соседстве токарных станков и нежных растений в сюжете Станислава Лельхова. На территории Ямал-спеццентра развернулся настоящий цветущий сад. Работники предприятия высаживают растения и ухаживают за ними круглый год. Для этого даже сделали специальную подстройку на входе в здание. Теперь здесь розарий, который функционирует не только летом, но и зимой. Пациентка Виктора Васильевича в Акротинске. Это вот у нас здесь много очень унос разных видов. Даже из Крыма привезли. И так сюда также привозил, что-то с каприза. И в этом году мы решили посадить еще глицинию. Помимо этого в зимнем саду выращивают гиацинды, тюльпаны и даже орхидеи. А вот розы сейчас отдыхают. Зимой, так же как и летом, здесь все работает и цветет. Соблюдается температурный режим, поддерживается настоящий тропический климат. Фонтан тоже работает всегда. К нему подвели систему полива. Она идет вообще по всей уличной территории. Помимо цветов, черемухи и прочих растений, работники Ямалспеццентра рискнули высадить даже клубнику. Ягода отлично приспособилась к северным условиям. Приживается прекрасно. Единственное, здесь смесь со всей страны, различных сортов. Поспевает она по-разному, временные отрезки. Разный вкус у нее. Бывает очень вкусная, бывает чуть-чуть вкусная. Ну, в общем, клубника такая интересная. И растет она у нас очень давно. На зиму кусты накрывают. Но даже в холода на грядках красуются зеленые листья. Рядом с клубникой множество других растений и ягод. На родина есть. На заднем плане вот маленькая у нас кустика растет еще. Что у нас есть? Серемка, да, кустика сирени. Мы еще в этом году не привела. Также вот пищу мы здесь садили еще. И так же вот рябина у нас есть. Кто ухаживает за всем этим добром у вас на предприятии? Все сотрудники. У кого есть свободное время, мы все ухаживаем, пересаживаем, выращиваем. Уличная территория и зимний сад – настоящие места отдыха для работников. Многие проводят свой обеденный перерыв на скамейках у фонтана. При этом деятельность Ямал-спеццентра по ремонту и сервису нефтепромыслового оборудования не останавливалась ни на день. Даже пандемия не повлияла на работу. Все необходимые меры безопасности строго соблюдаются. Оборудование и цеха дезинфицируют, а сотрудников регулярно тестируют на COVID-19. Сейчас в Муравленковском подразделении ЯСЦ трудится почти 200 человек. Половина персонала сейчас постоянно занимается сервисным обслуживанием. То есть они были в месторождении. Другая часть персонала у нас находится здесь постоянно. Это металлообработка, это капитальный ресурс оборудования. Количество обслуживаемого оборудования также не снижается. К примеру, за месяц работники обрабатывают почти 800 единиц насосно-компрессорного оборудования, которое в дальнейшем используют нефтедобывающие предприятия. Много и других задач, с которыми коллектив успешно справляется. В новое здание переехали в 2017 году. И с тех пор токарные станки очень удачно соседствуют с нежными растениями и цветущим садом. Станислав Лейхов, Сергей Лукович, Новости Муравленко.